Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты собираешь Свою общину здесь, Господь, на этом месте, за то, что Ты, Господь, восполняешь все нужды нашей, Господь, за то, что Ты открываешь сердца наши и глаза наших сердец, для того, чтобы мы воспринимали Слово Твое, Господь, как чистое словесное молоко, за то, что Ты, Господь, открываешь нам сердца и призываешь нас к Иисусу Христу, потому что написано в Писании Твоем, что никто не может прийти к Тебе, как через Иисуса Христа, и никто не может принять Иисуса без того, как Ты призовешь Его. Спасибо Тебе за каждого, кого Ты спасаешь здесь. Для каждого, кому Ты открылся, Господь, кто сегодня имеет сына, потому что имеющий сына имеет и отца. Господь, я прошу Тебя просто сегодня раскрой слово, которое Ты дал мне, чтобы передать его общение этой, Господь, так, как нужно, чтобы каждый из нас воспринял это, Господь, для своей жизни. Прошу Тебя, отец, своими Иисуса Христа, просто коснись каждого сегодня. И пусть это будет семя, которое посеяно в плодородную почву. Аминь. Можешь сразу открыть и на всю проповедь оставить это место, 4 глава Марка, с 2 по 9 стих. Даже можно с 1 по 9 стих. Там есть еще, это длинное местоописание, оно мне очень нравится, его можно настолько по-разному все трактовать. Вот, как правильно заметила Наталья, наша молодежь сегодня в... за границей там, в Аждоди, короче. У них сегодня второй день конференции, который называется Эвейк, пробуждение. Это очень классно назвать конференцию пробуждения перед началом учебного года. Сегодня даже ребята в нашу группу, в молодежке повесили сообщение, что по сообщениям прессы сегодня состоялась драка с ножами и одно ножевое ранение получил, получили каникулы. И по сообщениям полиции, виновником этого и под самым главным подозреваемым является учебный год. По сообщениям врачей, осталось каникулам жить всего неделю. Поэтому сообщите об этом всем, чтобы, так сказать, вспомнить эти благословенные каникулы. Ну, ребята развлекаются. Короче, им весело. Но сегодня в них сеется слово. К сожалению, мы не смогли вовремя захватить для служения в Царстве Божьем пастора Богдана Кензерского. К сожалению. Но он еще будет здесь. Помните, как Карлсон улетел, он обещал вернуться. Поэтому сегодня опять я получил много отзывов про прошлую проповедь. Женщинам очень понравилась проповедь в прошлом. Мужчинам вообще не понравилась. Ну и хорошо. Значит, правильно было сказано. Кому не понравилось, значит, ты его коснулась. Нет, все нормально на самом деле. Почему я говорю опять я? Потому что я опять со Словом Божьим, которое сегодня прямо Господь проговорил, о чем нужно поговорить. Давайте в свои прочитаем это место. Там у тебя с первого, да? Ну, со второго давайте. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им. Слушайте. Ключевое слово в этом предложении – слушайте. Не смотрите, не читайте. Не запоминайте. Слушайте. Почему он говорит – слушайте? Знаете, Слово Божие написано таким языком. Вот обычный поэт или писатель такое количество информации продолжительностью почти в 7 тысяч лет, сколько там, 5 тысяч лет, да, просто не может написать в одной такой маленькой книге. Просто человек не может написать в маленькой книге такой одной, знаете, фарисеи, они изучают типа Слово Божие, ну, этих мудрецов, да. У них одна книга, вот, кстати, у нас есть Библия, это книги Ветхого и Нового Завета, да, а у них только Ветхий Завет. Одна маленькая книжечка на полке стоит и миллион книг, написанные руками человеческими, которые рассказывают, что в этой книге написано. Представляете, одна книга и миллион книг, которые рассказывают о том, что там написано. Иисус говорит, слушайте, разгадка любого вопроса в Библии находится где? В Библии. Библия – это не книга загадок, это книга вопросов и ответов. Итак, Он говорит, слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока, как даже взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Что такое терния, все знают, да, сорняки? Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал им, имеющий уши, слышать да слышит. Давайте с вами разберем акценты, которые расставил Иисус в этой притче. Смотрите, насколько мало сказано о том, что склевали птицы. Просто упало при дороге, птицы склевали, и все. Его больше нет. Его больше нет. Зерно упало, птицы склевали, его больше нет. То есть оно где-то есть. Вы знаете, что зерна в животе птицы не перевариваются. Они дальше их разносят, птицы. Мало сказано о том, что задушено тернием. Просто написано, что было где-то в тернии и задушено стало. Не стало его. То есть оно как бы появилось, потом не стало его. Но смотрите, как много сказано о том, что произошло с зернами, упавшими в каменистую почву. Вы со мной? Там написано. Смотрите, сколько много написано про то, что упало в каменистую почву. Почему? Почему так подробно расписано? И почему так мало написано о том, что упало в плодородную почву? Как вы думаете? Что? Да, могу повторить. Очень мало написано про то, как упало. Очень много написано про то, что упало в каменистую почву. И очень мало написано про то, что упало в почву плодородную. Почему каменистую почву Иисус достаточно подробно расписал здесь? А где про... Иисус расписал здесь про каменистую почву так подробно, хотя и этого зерна не стало в конце концов. Почему так мало написано про почву плодородную? Как вы думаете? Проснитесь, друзья. Завтра суббота. Тишина. Библии у всех есть, кстати, или все отсюда читают? Есть у кого-то, у кого нет Библии? Чтобы мы не были похожи на зерно, которое упало на говенистую почву. Окей. Да. Да, это слово, совершенно верно. Там написано дальше. Я же спросил, Библии у всех есть? Там написано. Если бы у вас была не электронная Библия, вы бы увидели. Там написано, самый длинный стих в Библии написано. «Сеятель слово сеет». Это 10 стих, по-моему, если я не ошибаюсь. Или 11. 14. Давайте разберем, почему же такой большой акцент на то, чего не стало, в отличие от того, что дало большой плод. Давайте почитаем. С 11 по 12 стих. Что такое вообще сеяние вот это вот? Что имеет в виду Иисус? Это система донесения информации, да, с одной стороны. Иисус же не говорил своим ученикам, идите, посадите всех за парты, дайте каждому учебник, тетрадочку, ручку, микрофон возьмите, встаньте у доски, мел, начните писать. Правильно? Он сказал, идите и проповедуйте царствие Божие. То есть он им говорит, идите и доносите информацию. Знаете, был такой философ, христианин, кстати, звали его Джим Рон. Может кто-то слышал. Был такой бизнес-философ Джим Рон. У него часовой тренинг, основанный бизнес-тренинг для топ-менеджеров компаний, основанный на этой притче. Он очень много цитирует Библию в своих тренингах. И вот он говорит, вы знаете, большинство людей, которые сеют. Вот мы же с вами сеем слово, правильно? Все же ходим проповедуем. Кто-то усмехнулся, что не все. Разве кто-то еще не ходит проповедовать? Ходят, все проповедуют. Большинство людей, прежде чем идти проповедовать, знаете, чем занимаются? Выставляют пугало. Птиц отпугивать. Чтобы птиц не было. Знаете? А потом, когда всех птиц отпугнут, они ходят и камни выкорчевывают, чтобы камней не было, чтобы сеять сразу в плодородную почву. Потом, когда все камни уберут, потом сорняки начинают вынимать. Ну, чтобы не задавили. А потом у них уже сил нету сеять, или сезон закончился. Все, уже сеять некогда. А на следующий год вырастут новые сорняки. Птицы привыкнут к пугалу. И сосед набросает на ваше поле те же камни. И так из года в год. Можно, конечно, посвятить свою жизнь пропалыванию земли, удалению сорняков. И, может быть, несколько лет мы протянем без сорняков. Можно даже убрать камни и построить из этих камней высокий забор, чтобы никто не накидал другие камни. Но птицы. Птицы. Они прилетят. Они каждый год летают туда, сюда, по одному и тому же маршруту. Знаете, я недавно объявление видел. Требуется срочная помощь. Шел по лесу, увидел утку с перебитым крылом. Скоро осень, она не может улететь на юг. Ребята, скиньтесь то, сколько может. Я сам отвезу ее на юг. Хотите в Таиланд, хотите в Сингапур, хотите в Индию. Птицы, они летают туда-сюда. И они все равно прилетят. И вы будете все время отгонять птиц. Вместо того, чтобы сеять. Смотрите, Иисус говорит, он посеял птицы, кому-то что-то склевали, что-то в камни упало, что-то в сорняки. А что-то дало плод в 30, в 60 и в 100 крат. Нет, одно семя дает полный колос. Одно семя дает сколько там? Кто ботанику изучал? 20, по-моему, 25 зерен в одном колосе. Только я и ботанику изучал. Я до сих пор, клянусь, не могу понять, зачем в медицинском институте ботаник. Реально. Нам ее еще сдавать нужно было, госэкзамен. Итак, давайте посмотрим, что Иисус рассказывает об этом. Кстати, прежде чем посмотрим, что Иисус рассказывает об этом. Ученики, если вы читаете внимательно Евангелие от Марка. В Евангелии от Марка очень много откровений можно получить на самом деле. Там очень много написано о том, что он всем говорил притчами, о своим, написано, разъяснял их. Всем притчами о своим разъяснял. Сейчас мы об этом поговорим. Для чего он это делал? Все говорят так, Бог есть любовь, да? На что мы опираемся? На Библию, да? Бог любовь безграничная. Но смотрите, что происходит. Давайте от 11-12 стих. Сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Кто-нибудь понял что-нибудь? Никто ничего не понял, да? Я ничего не понял. Я когда прочитал раз, прочитал два, прочитал на иврите, не понял. Прочитал на греческом. Более-менее стало понятно. Сложности перевода. Ну, перевод сильно дальний. Тут написано, дабы или возможно, чтобы, не обратились и не было прощено бы им. Интересный оборот. Я спрашивал за такого греческого языка, они говорят, ты знаешь, это удивительное место. Вот казалось бы, Иисус умер за всех, да? Писание так говорит, Иисус за всех умер. А здесь написано, что есть люди, которых Он не хочет в Царстве Божьем. Он говорит, чтобы не обратились, то есть, чтобы не вернулись, и я бы им не простил. Интересный оборот. А почему Он это говорит? Помните, много разных мест Писания, в которых Иисус говорит, что Он, в которых Он говорит, кто благонадежен для Царствия Божьего, а кто нет. Вот Он говорит как раз о тех людях, которые каменистая почва. Они приходят, они берут семя, слово. Вау! Все, я понял, где спасение. Это фарисейская тактика. Знаете, пришел, получил откровение от какого-нибудь одного стиха в Библии и пошел открывать свою фарисейскую школу. Назвался раввином и пошел проповедовать. Один стих. Без всякой связи со всем остальным. Вот Он таких не хочет в Царстве Божьем. Которые берут, пока все хорошо, прохладненько, птички только поют, еще не клюют, только проснулись. Солнышко еще не встало, не припекло. Они такие проросли. Пришло солнце, все. Все ушло. Давайте считать, что Он говорит. Вот это вот место, которое, чтобы они не обратились и не простило бы им грехи их, это как раз то самое место, знаете, когда человек говорит, я же в сердце верую к праведности и устами исповедую для спасения. Иисус мне все мои грехи простил, Он взял их на крест. Это как раз в тот момент, когда неглубокая земля, крешки проросли, росточек появился, все классно. А потом приходит жара. Жарко. Неудобно. Некомфортно. Припекает. Воды нет. Знаете, все говорят, я теперь христианин, у меня такая крутая жизнь будет. Я всегда спрашиваю, где это написано? В Писании написано, что христианам сладко жить не придется. Кто обращал на это внимание, из читавших Библию? В остальных руки болят, что ли? Надо помолиться потом. Давайте проверим себя. Что мы за почва? Мы знаем с вами два вида почвы. Первое, это у дороги, где птицы склевали и нету. Я вот полтора года назад ездил крестить людей на Иордан. Я до сих пор страдаю, а их в церкви нету. Что? Страдаю. Я когда спускался в Иордан, я порезался об острый камень. Я до сих пор хожу с перевязкой вот на этой ноге. Полтора года назад. Их в церкви нету, между прочим. Я не за них пострадал. Это совпадение. Но факт, что они пришли, обещали служить Иисусу доброй совестью, признали Иисуса Господом своим спасителем, пришли птицы, склевали их. Я их видел парочку человек. Они здесь уже давно по синагогам ходят, шаббат исправляются. Нормально. На пурим в дьявола переодеваются. Все хорошо. То есть, про этих мы знаем. Это потерянный вариант. Второй вариант, это тернии. Что такое тернии? Это когда человек пришел, покаялся, принял Господа, походил на пару служений, почитал чуть-чуть Библию, ничего не понял. Кто с первого раза понял, что в Библии написано? Видите? Они тоже ничего не поняли. Потом они вышли в свет, в мир. Пришел мир и сказал, так, ты что тут это? Ты куда? В христианство? Да ты что? Это же антисемиты. Самый главный антисемит-то был Иисус. Это он всех против евреев настроил. Это из-за него всех евреев убивали на протяжении трех лет. Трех тысяч лет. Все плохо. И у нас запрещено христианство в Израиле. Христианству нельзя. Это враждебная религия. Ни один еврей не может быть христианином. И человек такой издулся. И поглотил его этот мир. Вроде как Христа принял, но мир оказался сильнее. И об этом тоже Иисус много не говорит. Пожрал отерния, и все. Иду. Опасность представляют люди, которые приняли слово, начали прорастать, но при наступлении дискомфортных условий ушли. И тогда приходят ко мне люди разные и говорят, да, я знаю таких. Они ходили уже в вашу церковь, походили, мне понравилось, они ушли. Как на концерт. Слышал я вашего Каруза. Картавит, нота не попадает. Где ты его слышал? Он первый раз в нашем городе. Да сосед Роминович напел. Вот такое христианство, как сосед Роминович, представляет очень большую опасность для Царствия Божьего. И вот этих людей Иисус не хочет в Царствии Божьем. Он говорит, те, кто пришли, приняли слово, укоренились, пусть в неглубокой земле, но потом ушли и начали плохо говорить о христианстве, таких Иисус не хочет. Фактически Иисус пришел к людям, смотрите, и говорит, когда, кстати, эту притчу он рассказал? В какой момент? Кто помнит? У кого Библия не электронная? В какой момент он рассказал эту притчу? После Нагорной проповеди. Сразу после Нагорной проповеди. Что такое Нагорная проповедь? Мы с вами говорили уже об этом. Это пришел Иисус, сказал, народ, внимание, я Бог, вы все в курсе, вы сами видели. Садитесь, сейчас расскажу правила входа в Царствие Небесное. Слушайте меня внимательно. И произносит Нагорной проповеди. Правила вхождения в Царствие Небесное. С каждым разом, с каждым правилом народ говорит, о, нет, это что-то, это не... А это не, это вообще. О чем ты? Христианская жизнь... Кто сказал, что христианская жизнь трудна? Есть такие, кто думает, что трудна христианская жизнь? Что, для всех легкая, что ли? Для меня трудна. А есть те, для которых она вообще невозможна, невыносима. Невозможно жить христианину в этом мире, вы знаете? Ну, как можно любить своих врагов? Как? Это нереально. Как можно благословлять проклинающего тебя? Как? Ну, как? Что, если еще стараться надо? Вот так не бывает? Плохо. Тяжела жизнь христианина. И с каждой следующей заповедью блаженный, блаженный, блаженный... Кто блаженный? Благословляющий и проклинающий? Блаженный нищий? Блаженный страждущий? Ибо они утешатся когда-нибудь? Не, ребята, так жить нельзя. И поэтому каждый раз от него отходили, 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 и отошли, от него, и отошли от него. Пока один раз он мне сказал, ешьте, говорит, плоть мою и пейте кровь мою. Еврей. Стоит еврейский учитель и говорит, кушайте меня. Для евреев это вообще шок был. Мало того, что есть договор с Богом, с Бога, с Ноем, говорит, нельзя есть с кровью, потому что в крови душа. Он пришел, говорит, пейте кровь мою, ешьте плодную, да вы что? И там, как корова языком пять тысяч слезала. Он своим ученикам говорит, ну что, может и вы тоже за ними? Что вы тут остались-то? Их, кстати, было тогда уже не двенадцать, их было больше. Они говорят, не-не-не, мы уже все в курсе. Они очень хорошо помнили, когда Елисей ходил за Ильей. Сколько там он лет за ним ходил? Да? Вы знаете, как он за ним ходил? Ну, он за ним ходил, да, потом спать? Спать. Есть? Нет. Дураков нет. Он его веревочкой к себе привязывал, чтобы, если тот дернется вдруг со своей колесницей, наверх, чтобы он увидел, он хотел двойное помазание, он его на секунду из беда не упускал. Тот говорит, я пойду, схожу, а ты останешься. Он говорит, не-не-не, секундочку, не пойдет, я с тобой. Представляете, в туалет с тобой, в душ с тобой, в джакузи с тобой, везде с тобой. Эти понимали, что такое царствие Божие. Они сказали, нет, мы от тебя никуда не отойдем, у тебя все глаголы существительные, прилагательные, вечной жизни. Мы никуда не денемся. И тогда он сказал, окей, тогда слушайте проповедь. Вот эти стали плодородной почвой, а остальные все птички, синички, травка, муравка, солнце. И вот про тех, кто ушел и не захотели принять правила проживания в Царстве Божьем, он сказал, чтобы не вернулись ради прощения грехов. Они изначально не захотели понять, потому что видят, вернее, смотрят, не видят, слушают, но не слышат. Вот он произнес эти все правила, всем вроде все стало понятно, кто-то ушел, кто-то остался, и знаете, давайте просто посмотрим на себя внутрь. Какая почва мы? В нас посеяно слово, в нас сеется слово, ну как минимум для тех, кто ходит на домашние группы два раза в неделю. Минимум. Это если еще Библию читаем, то семь раз в неделю. А так два раза в неделю минимум сеется слово. На домашней группе и здесь. Что мы делаем? Что мы с этим делаем? Вот мы принимаем слово, какая мы почва? Даем ли мы птицам прилететь и склевать все это? Или мы подготавливаем свою почву для принятия пищи и отгоняем птиц? И только заняты тем, чтобы отгонять птиц. Мы не слышим слово, мы птиц отгоняем. мы не принимаем зерна, мы птиц отгоняем, мы камни убираем, мы сырники возьмем. А слово, тем не менее, пролетает мимо нас. Или все-таки мы плодородная почва, которая принимает это слово, дает ему там укорениться и несмотря ни на что, несмотря ни на что не даем это зерно туда выкорчевать. А уже когда посажено зерно, когда укоренилось оно, тогда можно заняться. Тут камешек убрать, тут птичку отогнать, тут сырники повыдергать, когда уже зерно посажено. Да, не всегда понятно, что это. Знаете, кто из вас может отличить овсяное или там какое семя от пшеничного? Я, например, нет. Ну, может быть, да, если мне один раз показать, это такое. А так, если дал мне вот так вот кину, какое? Понятия не имею. Я знаю, зато теперь, как выглядит горчичное зерно. У тебя не с собой закладочка случайно? Горчичное зерно кто-нибудь вилка-нибудь? Какое маленькое? Насколько маленькое? Я на библейской школе показывал, да. Оно, его вообще, оно как песчинка. Песчинка. Я не знаю, что из него вырастет. Я понятия не имею. Какой-то песок мне насыпали. Как у нас один пастор приезжал, говорит, вот подходит, говорит, пастор к вам и втирает, что-то втирает, да, втирает. Чего-то он втирает, помазание он втирает. Все это слово, я не знаю, что там, но я знаю, что это слово Божие. Бог, он совершенен. Я могу довериться Богу? Могу или нет? Если я не доверюсь Богу, у меня с праведностью проблемы. То есть, если я доверяюсь Богу и говорю, я плодородная почва, я хочу, чтобы во мне это укоренилось, хочу, чтобы у меня корни проросли вот так вот внутрь, в сердце, и вот это все моя голова стала большим деревом внутри, вместо мозгов, чтобы там вот это вот все было Словом Божьим, а корни вот здесь в сердце. Вот это будет круто, но я еще не знаю, что вырастет, но я доверяюсь Богу. Он посеет правильные зерна, просто я хочу быть правильной почвой. И вот его ученики были правильной почвой. Но в один день произошла трагедия. В один день. Они пришли к Иерусалиму, Иисус им говорит, пойдите вон туда, ослика мне приведите. Мы привели ослика, он сел на этого ослика, вошел как царь в город. Ему пальмовые ветви. В России пальм нету, поэтому там вербу. Туда другой Иисус, видимо, приходил. Вот они вербовые, кто-то одежду свою. Знаете, насколько было мощно понимание, что нужно сделать. Царь идет. Царь. Одежду свою хочу ему под ноги, чтобы он не по земле шел. Вечер. Трапеза. Не царская, кстати. Не царская. Но пасхальная, последняя. Молитва. Призыв водорствовать. Предательство всех. Все разбежались. Двое только пришли посмотреть на крестную смерть. Остальные разбежались. Трагедия произошла. Вроде как плодородная почва, представляете? Плодородная почва. Укоренилось все там. Они никуда его не оставляли. Петр уши рубил. Нету его. Три раза отрекся. Но Бог знает, в ком есть корень, а в ком нет. И Он приходит к ним на Галилейское море. Кто был на Кенерте когда-нибудь? Не то, что сейчас. Тогда Он был полноводный, и бури были. Там, где водится рыба, где они сети забрасывали, это не пять метров от берега. Это как минимум там четыреста, пятьсот метров. И вот там стоит лодка, на берегу стоит человек. И говорит, сюда посмотри, по правую сторону закинь. Я себе представляю, как Петра, как бы сейчас сказали, на фермерах, торкнуло. Он, да ладно. Оделся, потому что голый был. оделся. И, да, ну и у этих сети. Там Бог пришел. И к нему. Он забыл уже, что он от него отрекся. Три раза. Он к нему. И тот смотрит, и ничего не понимает. Во-первых, его хоронили. Во-вторых, его после похорон никто больше не видел. Ничего не понятно. Потом он воскрес, потом он, вообще у него шок полный, он такой стоит, типа, кушать будешь? Он говорит, да, но рыба там, говорит, не надо, у меня уже все с собой. Вот рыб, вот рыбки, вот хлеб, вот костер. Садись. Любишь меня? Люблю. Любишь меня? Люблю. Любишь меня? Сколько можно спрашивать? Люблю. Молодец. Спаси овец моих. Потому что он еще до этого момента знал, что в Петре все укоренилось. Укоренилось у него там. Почва плодородная потому что. И в Иоанне все укоренилось. Петр был самый старший из всех апостолов. Он был совершеннолетний. Все остальные были подростками. Самый младший был Иоанн. Ему было 13 лет. Еще младший его там был Лука. Это он потом уже стал одним из посланников, но он не входит в число апостолов. Это тот самый, который спал голый, укрывшись простыней в Гефсиманском саду и сбежал оттуда, когда прибежала стража. И он говорит, если любишь, спаси овец моих. Я тебе доверяю. У тебя проросло. Укоренилось. Есть дерево. Жизни. Вместе с глаголами. Иисус не просто так не рассказывал им все сразу. Потому что, когда он уходил, он сказал, говорит, да у меня еще много, чего вам есть рассказать. Только вы вместить этого не можете. Поэтому я в вас семя посеял, а вы его взращивайте. Станьте плодородной почвой. Взращивайте. Со временем поймете. Самое большое доказательство того, что человек понимает это, это жизнь апостола Петра. Мужик без башни, с мечом в руках, рыбак. Это как обезьяна с гранатой. Он был бунтарем от начала до конца. Иисус один раз довел. Тот сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. И потом читайте его послание. Это полное, безоговорочное покаяние во всех своих бунтарских делах и назидание, как не надо делать. Не поступайте, как я делал, делайте вот так. Потому что я делал все плохо. Вот это плодородная почва. Когда человек признает свои ошибки и говорит, вау, больше не буду. И хочу других научить, чтобы больше не делали. И так в каждом апостоле. Мы не знаем, что там наделал, как его звать, Иоанн. Не знаем. Вроде нормальный был. Мы знаем, что ходил за ним, вот так попитал. Никуда не отходил. Даже когда Иисус наедине с Петром разговаривал, он все время за ним ходил. Может, что услышу, интересно. А Петр ему говорит, а что с этим будет? А, это какого тебе дела? Может, он не умрет никогда. Кто такой? Опа. И не умер, кстати. Единственный апостол, который умер своей смертью от скуки на острове Патмос. 96 лет. Иван. Единственный. Его в котле с маслом варили, и он не умер. Потому что Иисус сказал, не умрет, пока я не захочу. А потом, видимо, ему надоело, как тот скучает один на острове Патмос, уже ничего не видит, ничего не слышит, он его забрал к себе. Ну зачем? Он здесь. Все уже свою миссию он выполнил. Ну, это мое предположение. 14 по 15 стих. Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышит, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. Мы приходим в мир, и мир говорит, ну да, да, конечно. Посмотри внимательно. Вот здесь у тебя в одном Евангелии написано одно, а вот здесь в другом Евангелии написано про то же самое, совершенно другое. Как ты это объяснишь? Ты же говоришь, что это слово Божие. Как оно может различаться между тем и тем? Ведь Бог не может ошибаться? Не так ли? Знакомая тактика, правда? Лукавый пытается нам внушить мирские мысли, и надо разговаривать с ним мирским языком, сказать ему, скажи мне, пожалуйста, сколько фильмов было снято про Шерлока Холмса? Я знаю как минимум пять, и ни один не похож на другой. Но все пять про Шерлока Холмса. Просто один сценарист увидел это с этой стороны, а другой увидел это с этой стороны. И каждый со своей стороны рассказал об одном и том же. Нечем крыть. Истина сделала нас свободными, совершенно верно. Нечем крыть. Японский сад камней. Слышали про такой? Сколько там камней? Я уже не помню. Ну скажем, 16. 15. Вот некоторые знают. 15 камней. Но как ни посмотри, всегда видно только 14. Где ни встань в этом саду, всегда видно только 14. Это что там, значит нет 15 камней? Есть. Но видно всегда только 14. Библия написана так, что видим мы всегда. Одно и то же, только с разных сторон. Вот так написано. Даже мудрецы еврейские говорят, на еврейте это звучит, то есть действие отцов, знак потомкам. Все повторяется. Все повторяется. Только Иисус, один, который пришел и сделал все, чтобы не повторялось больше. Он сказал, все, на этом закончили. Теперь все просто. Обличит, придет дух и обличит мир о грехе. Грех, что не веруете в меня. Один грех. Больше нету. Но мы не можем вместить. Поэтому, почему мы не можем вместить? Потому что мы хотим сразу все. Нет, ты мне все расскажи. Ты мне все покажи. А так не бывает. Невозможно получить аттестат зрелости в 7 лет. Нужно отучиться некоторое время. Помните, фильм был такой, человек с бульвара Капуцинов. Там она говорила, я хочу бэйби. Он говорит, ну, чтобы бэйби, нужно свадьба, потом 9 месяцев, потом роди. Она говорит, нет, можно, как в фильме. Это, говорит, нужно монтаж делать, где я хочу монтаж. Never ever. Не бывает. Нет, да, невозможно. Это в фильме можно сделать монтаж. А в жизни семя должно попасть в землю, укорениться. мы его должны, кстати, напоить. Кто когда-нибудь, опять же, вопрос о ботанике, проводил опыты с семечками? Фасолинку выращивали дома? Полить надо, правда? Полить надо. Без воды, как в известном фильме, не туды и не суды. Нам нужно поливать. Поливаем мы его здесь. И вот, вы знаете, когда мы часто говорим с людьми об Иисусе и о спасении, люди притыкаются нашим свидетельствам. Знаете, они и проникаются, и притыкаются. И говорят, не, ну классно тебе, вот бы мне так бы сразу, как тебе. Но, понимаете, это когда вот люди приходят, я как бизнес-тренер, я говорю, что я прихожу и вызываю людей, говорю, расскажите историю успеха. И он рассказывает, я был такой, потом делал вот это, потом делал вот это, потом делал вот это, а потом у меня получилось. Они слышат только то, что получилось и то, что было. А то, что он в процессе делал, падал, ударялся, еще раз поднимался, никто слышать не хочет. Это неинтересно. Хотят монтаж. Чтобы было плохо, стало хорошо. Чудес без веры не бывает. Чудес без веры не бывает. Большинство людей, которых исцелил Иисус, вообще не верили. Они даже не знали, что он Мессия. Они вообще про него понятия не имели. Пришли просто какие-то соседи или родителей попросили, он там у меня умирает, про тебя никогда ничего не слышал, можно вылечить? Он говорит, да, пожалуйста, иди. Все готово. А другие пришли, говорят, да, что ты паришься, у тебя же дочка умерла. Иисус приходит, говорит, да ты что, ты вот этому веришь? Хочешь, покажу? Пошли. Отвел. Говорит, вот, я же сказал, спит. Накормите бедного ребенка. Представляете, насколько вера может исцелить, а может убить. Насколько вера может укоренить зерно, и насколько может убить зерно. Нам стоит отойти только в сторону от Библии. Стоит забыть полить, забыть прийти на служение, забыть вовремя прийти на домашку. Просто забыть полить зернышко, и смотри, оно завяло. Нет, конечно, можно его воскресить, еще раз, полить водичкой, и оно расцветет. Но если мы два раза забыли полить, три раза забыли полить, есть такое понятие, как необратимый процесс, когда уже все. Уже поливай, не поливай, ничего не получится. Тут только чудо может произойти. Если мы не из тех, кто в каменистой почве, тогда Бог придет и скажет, а ну-ка, заново. как с Давидом, был человек, угодный Господу изначально, загрешил самыми тяжкими грехами, пал ниже плинтуса, но он не был каменистой почвой. И Бог пришел и сказал, прощаю тебе, но вот это, это, вот этим, этим, этим заплатишь. Конечно, второй раз будет сложнее, но главное, чтобы мы не ввели это в привычку, потому что в конце концов он скажет, извините, я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Люди, которые пришли в церковь и оказались вне ее, они, как бы, думают, что спасены, но душа-то их находится во власти сатаны, по-любому, потому что они каменистая почва. Камни, они, и солнце, они сделают свое, они задушат, и они сделают так, чтобы все было высушено. И просто не нужно, а сатана не хочет отпускать. Тут есть некоторые люди, которых сатана не хотела отпускать долгое время, я среди них тоже, он не понимается. Я искал всю жизнь Бога не там. А тот, кто не ищет Бога не там или не так, он ищет сатану фактически, он ищет себе какого-нибудь Бога. Не важно, как его зовут, Будда, деньги, все, что угодно, машина. Я искал всю жизнь, получается, сатану, а нашел Бога, у сатаны проблемы. Он не понимает, у него предохранители сгорели в голове, он хочет прийти, проверить, что случилось, как так может быть, сбой в системе. Знаете, у него сбой в системе может быть, слава Богу, у Бога не может быть сбоя в системе, у него все продумано от начала до конца. Поэтому сатана прокалывается постоянно. И вот он всеми силами пытается нас не отпустить, он держит вот так вот. Он держит нас за отношения, за деньги, за здоровье, за машину, за все что, за работу, за все что угодно. Берет вот так и держит. Есть один способ только от этого избавиться. Знаете, какой? Какой способ избавиться от сатаны? Вступить в отношения с Богом. Стать плодородной почвой для Его Слова. Принять, вырастить, чтобы дерево появилось. По-другому не будет. Те, кто еще не был на энкаунтере, не будет по-другому. Вы знаете, я думал, когда я уже выяснил свои отношения с Богом, поругался с Ним достаточно. Я думал, все, у меня с Ним классные отношения. У нас все хорошо. А когда пришел на энкаунтер, я вообще, вы знаете, пришел на энкаунтер, вот два свидетеля, мы с ним ехали в машине, долго выясняли отношения на тему энкаунтера. Я не против энкаунтеров, но я был уверен, что верующих бесов нет. Ого, как я ошибался. Верующие разные бывают. В основном, бесы, они в тех, кто BMW. Про BMW уже все знают? Не все? BMW, аббревиатура, более-менее верующий. Задача BMW нагреть стул до температуры 36,6 раз в неделю. Это задача BMW. Так вот, те, кто еще не был на энкаунтере, им тяжело будет избавиться от зацепок сатаны, потому что, особенно те, кто пришел из мира, те, кто еще родились в семье, верующий, рыб еще как-то, но те, кто из мира пришли, у всех зацепки там торчат, и дьявол за них постоянно дергает, испытывает, а как еще можно тебя вытащить из рук Бога, чтобы душу к себе перетянуть? Ему же там в воду скучно будет одному. Там же главной пыткой будет отсутствие любви, значит, надо с кем-то развлекаться. Со своими надоело. Так он Божьих пытается перетянуть. Это мы уже проходили. 16-17 стих. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас радостно принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь и гонение за слово, тотчас соблазнятся. Мы об этом уже говорили. В Израиле это особенно актуально. В Израиле люди боятся рассказать о том, что они верят в Иисуса. Боятся, потому что думают, будут преследовать, будут увольнять, будут то, будут это. Поверьте мне, не будут. У того есть две причины. Первое. Если Бог за нас, какая разница, кто против нас? Что думаете, если вас с одной работы уволят, Бог не найдет вам обеспечения? Или вы не доверяете Богу? Сеятель. Отловили сеятеля. Сеятеля отловили. Смотрите, люди уходят из-за того, что они боятся. Я могу свидетельствовать, меня пытались подловить, проводили мне разные проверки, нашли меня безопасным для общества. Оставили в том же статусе, в том же звании и с теми же полномочиями. Ничего не тронули вообще. Потому что многие думают, что стать верующим в Иисуса Христа это поменять свою религию. Я им всегда говорю, у меня ее не было никогда. Потому что ядут мишихит, или мессианское еврейство, это часть еврейской религии, еврейской веры в единого Бога. Я больше того скажу, и даже скажу это любому ветхозаветному брату, это самая правильная часть. Потому что все остальное религия. А религия, вы знаете, она мертва, и религия, она не от Бога. Иисус боролся с религиозными. Поэтому не нужно думать, что кто-то вас что-то как-то притеснит. Иисуса притеснили за нас за всех. Нам уже нечего бояться. Он уже все предусмотрел. Сегодня многие пытаются, знаете, я верующий в Иисуса, но я на всякий случай там тфилин намотаю, еще что-нибудь там на себя одену, крышечку. Кипит наш разум возмущенный, знаешь. Разное я видел мессианских евреев, которые в Иисуса уверовали, а кипу до сих пор носят. 20 стих. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Что Иисус подразумевает под словом плод? Что Иисус подразумевает под словом плод? Слово это семя. А что такое плод? А плод это ученичество. Мы сеем, мы став укоренившись, принеся вот это вот колос создав из себя, колос, написано, что Писание говорит, чтобы колос произвел семя, семя должно умереть. Мы, умирая для себя и живя для других, приносим плод в 30, 60, и в 100 крат. Не каждый готов умереть за себя. Согласен. Не каждый готов. У нас есть все еще стремление жить в комфорте, у нас есть стремление жить с деньгами, у нас есть стремление жить с теми, с кем мы хотим жить, у нас есть стремление делать то, что мы хотим делать, это нормальное, абсолютно поведение каменистой почвы. там не укореняется. Отрекшись от себя написано, не я живу, а Иисус, который во мне, не я, а Иисус, который во мне, приносит плод в 30, 60, 100 крат. из одного семен появляется колос. Из одного семени появляется колос. Это и есть ученичество. Это то, чем мы занимаемся здесь по пятницам. Это то, чем мы занимаемся на домашней группах, когда мы пытаемся всеми силами практически применить христианство в своей жизни. То, чем занимается сегодня весь мир, духовные практики, это оно и есть. Молитва, пост, чтение слова, это наши духовные практики. Ну нет, ну когда ж, надо же поспать, надо же телевизор посмотреть. Там же что интересное покажут. Знаете, как в телевизоре говорят, в авиакатастрофе погибло 30 человек, в Африке от холода погибло 80, в Антарктике от голода погиб жираф, а теперь печальные новости. У этого были веселые. Откройте, пожалуйста, Иоанна 15,8. Иоанна 15,8 Иисус говорит, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Так вот, христианин это не религиозный деятель. Это Маамин на еврите Маамин Мешихи мессианский верующий. Это последователь или ученик Иисуса Христа. Это не Ноцри. Потому что слово Ноцри произошло от слова Ноцар. Оно действительно производное. Потому что католицизм и всякая прочая религия созданиями красивыми это вообще к христианству никакого отношения не имеет. Они создали именем Иисуса Христа мертвую религию. Это не мы. Мы христиане, мы последователи, мы ученики Иисуса Христа. Мы должны нести плод и производить плод. Иисус в этом стихе предваряет свои слова о любви Отца. Он говорит здесь Вы будете моими учениками и эту любовь, которую вы получили от Меня, вы будете давать другим. Больше Он ничего не просит. Ничего не просит. Просто говорит отдайте любовь мою другим. Получите, наполнитесь и отдайте. А как можно получить и наполниться и отдаться, только если укоренится корень здесь и дерево. Я специально вам это показываю. Так в Турче запоминается, про что рассказывал? Про дерево. Итак, первый основной плод, который мы приносим, это плод Духа. Дух является неотъемлемой частью Бога. Помните, мы с вами говорили, что Отец это не Сын, Сын это не Дух, Дух это не Отец. Но все они вместе это Бог. Дух Святой сегодня в нас, это вот великая благочестивая тайна, о которой часто пастор Игорь любит говорить, что Иисус умер вот так в одну секунду, Он умер, а Дух Святой раз и вселился во всех верующих. В нас живет. А Дух олицетворяет и Бога, и Сына. То есть в нас живет и Бог, и Сын. Представляете, в нас внутри Бог. Да мы еще и созданы по образу и подобию. Всеми теми же способностями наделил. Почему не приняли семя? Или приняли, но забыли полить? Или полили, но забыли удобрить? Надо стать плодородной почвой. Наш плод это слово Божие, которое посеяно в наши сердца и в наши умы. И потом это же семя, когда оно дает плод, мы сеем в умы и сердца других людей по всему концу земли. Вот Игорь был в Турции. Возьмите интернет, даже ездить никуда не надо, можно сеять слово по интернету. Меня подписываются на мою страницу, там ничего интересного нет, там мои фотографии с разных мест, где я был на всяких служениях. Подписываются люди каждый день, 5-6 новых подписчиков, списываются, спрашивают, просят, чтобы помолились за них. Я спрашиваю верующие, нет, но я знаю, что вы там если молитесь на своем ТБН, то сбывается, я говорю, так давайте поговорим, говорим, некоторые принимают Иисуса далеко отсюда, в России где-нибудь это слово где-то услышали, где-то посмотрели, какое-то видео увидели, просто сейте слово. Иисус не говорит, пойдите спасите еще кого-нибудь, он же не говорил такого нигде, он говорил, пойдите и научите тем заповедям, которые я говорил на горной проповеди, посейте это слово, и те, кто плодородная почва, они их примут, укоренят и войдут в Царствие Небесное. А кто будет заниматься отгоном птиц, разгребанием камней и выкорчевыванием сорняков? Бессмысленно. Он сказал, идите и научите, и мы должны быть зерном, приносящим много плода. Мы должны сами учиться, сами укорениться и другим передавать. Мы должны превратиться в почву плодородную, которая должна произвести столько зерна, что никакая птица, никакой камень и никакой сорняк не смогут прийти и нанести этому ущерб. Ну, придут, ну, попытаются, ну, дернут, ну, уколят, ну, дадут пощечину. У нас инструкция, что делать в этом случае. Да не стой просто, где пощечины стоят. Не стой там, где пощечины дают. Вы знаете, мне говорят, я пойду, я возьму с собой дубинку или ножик. Зачем? Ну, страшно ходить. Я говорю, ты веришь в Господа Иисуса Христа? Да, я верю. Ну, знаешь, на всякий случай. Я говорю, я 15 лет ходил с пистолетом. Я очень хорошо стреляю с одной руки, с другой руки, лежа, стоя, вися. Я стреляю очень хорошо. Но я избавился от пистолета, когда покаялся. Не хочу больше носить его, потому что я знаю, что меня Бог не приведет в те места, где меня будут стрелять. Если приведет, нет, он приведет и сделает так, что пули будут не у меня летать. И все будут думать, блин, такая большая мишень, ни разу не попали. Слава Господу. Зачем мне, а Бару, мне написано Бог за меня? Какая разница, кто против меня? Нам нужно просто укоренить это здесь, перестать сомневаться. Потому что написано сомневающийся, даже пусть не думает что-нибудь у Бога просить. Корня нет. Да что получить-то? Просить бессмысленно. Получите к ним более. Просить бессмысленно. Это как взяться за плуг и думать, это может пойти перекусить что-нибудь сейчас. У тебя Бог, шадай, обеспечивающий все. Все. Даже женщин посылает, которые имением своим поддерживают служение Иисуса Христа. это из Библии. Поэтому посмотрите на себя со стороны, не на соседа, на соседа смотреть не надо. Потому что, вы знаете, когда мы начинаем обсуждать, кому хуже, кому лучше, это значит, мы начинаем искать, кто грешит не так, как мы. Все грешат, все по-разному. Он говорит, а этот грешник, потому что не так, как я грешит. Вот как я грешу, это правильно. А как он? На себя надо посмотреть. В зеркало. И сказать, у меня укоренилось, я готов принять семя. Любое, которое Бог посадит сюда, любое, довериться ему, сказать, сажай, вот сюда, в сердце. Пусть здесь будет корень, и здесь дерево. И тогда это дерево будет приносить плоды. Вы знаете, мы поселились в доме, благословенный дом. У соседей растет манговое дерево. И все манги падают к нам. К ним нет. Все манго висят над нашим садом. Они, нет, там вообще нету. У них дерево так растет, что все манго над нами. Рвать нельзя, потому что дерево их. Но они падают, и детки собирают, мы едим манго. Слава Господу, он позаботился про манго. вот таким деревом я хочу быть, чтобы кто не прошел подо мной, плод ему бы достался. И не важно, что он его не взращивал. Помните, Иисус говорит, вы пойдете собирать то, что даже сами не сеяли. Исполнилось, но не все, нет, я не продлеваю. Манго это мало. Я, конечно, доволен, но хочется больше. Поэтому нужно посмотреть на себя в зеркало и спросить, я плодородная почва, или я занимаюсь разгоном птиц, выкорчевыванием камней, созданием заборов, выкорчевыванием сорняков, или я готов сказать, Господь, вот я, посеив меня любое семя, которое ты считаешь нужным, я хочу, чтобы оно укоренилось, я хочу такой же плод нести дальше. Вы знаете, что ни один из здесь сидящих одно и то же не принесет в мир. Каждый принесет свое. Ни один из здесь сидящих одно и то же в мир не принесет. Каждый принесет свое. И люди, которые услышат от меня Евангелие и покаятся, услышав его от вас, не покаятся. И наоборот, но Бог так расставит людей вокруг нас. Вот спросите у Виктора, что в последний момент именно тот, кто должен от тебя услышать Евангелие, окажется рядом с тобой, не пропусти этого момента. Но для этого нужно быть плодородной почвой с укоренившимся семенем и с деревом. Давайте помолимся за то, чтобы Господь дал нам. Давайте встанем на наши ноги. Слава Богу, у всех ноги здоровые. Сегодня было предположение, что можно встать не на свои ноги, но лучше встать на свои. Поблагодарить Господа, что у нас их две. Аллилуйя. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, принес Слово Свое, которое было у Тебя, Господь. И это Слово стало плотью, Господь. И это Слово пришло к нам в жизнь. И это Слово посеяно было в наши сердца. Господь, просто Своей силой, Своей славой, Господь, против которой ничто не может устоять, убери все эти сорняки, разгони всех этих птиц, Господь. Очисти почву для того, чтобы это семя, которое сеется через Библию, Господь, через книгу книг, чтобы оно укоренилось в сердцах каждого слышащего Тебя, Господь. Чтобы никто не мог помешать этому. Чтобы этот корень был глубокий, как у маленького растения, но которому Ты отдал самое почетное место в Библии. И называется это растение Эзов, который ростом всего 10 сантиметров, но корень его достигает 5 или 10 метров в зависимости от почвы. Господь, мы не хотим быть такими красивыми, как ливанские кедры, о которых Ты тоже много говоришь в Библии, но эти величественные деревья, из которых строятся корабли, имеют корень глубиной до полуметра и не могут удержаться в почве при сильных бурях. Да, это дерево падает полностью, но оно падает, а Эзов выдерживает любые бури, любое солнце, любую засуху, Господь. Мы хотим быть такими Эзовами, как это растение, которое Ты посадил здесь и пучком которого Ты повелел помазать косяки каждого дома во спасение, Господь. Мы хотим, чтобы Ты пришел, Господь, очистил нас, укоренил нас, Господь, в своей почве, здесь, на земле Израиля, на земле, которую Ты обетовал нашим отцам, Господь. И даже, если здесь кто-то есть, кто не считает себя евреем, у меня для вас новости. Вы благословились обетованием Аврааму еще до того, как евреи вообще получили завет с Богом. И в этом завете сказано, благословятся в Тебе все племена земные. Господь, мы просим Твоего благословения, помазания сейчас на каждого, Господь. Господь, я провозглашаю исцеление именем Твоим, Господь. Прямо сейчас, теми листьями для исцеления народов, которые Ты выращиваешь, для нас, Господь, в Эдемском саду, Господь, просто прикоснись с каждому, кто нуждается в исцелении прямо сейчас. И да будет исцелен во имя Иисуса Христа каждый, кто нуждается в исцелении, Господь. Каждый труждающийся, который заботится о завтрашнем дне, который не знает, что будет завтра с работой, с едой, с деньгами. Господь, просто сейчас излей помазание Твое, дай знамение, дай слово, Господь, чтобы он узнал, что Ты всемогущий Бог, Который обеспечивает все. Чтобы семя это укоренилось, Господь, и чтобы мы перестали заботиться о завтрашнем дне, потому что каждый день приносит свои заботы, но мы знаем, почему не нужно заботиться о завтрашнем дне, потому что завтра Ты уже там, Господь. Ты уже все расставил, принес нужных людей, нужное обеспечение, финансы, Господь. Убрал всех лукавых и беспорядочных людей с нашего пути, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты все предусмотрел. До создания мира Ты знал каждого из нас. Ты знал каждый день, когда еще ни одного из них не было в нашей жизни. Господь, Ты видел, как мы ткались в чреве матери нашей, Господь. Для каждого из нас Ты предусмотрел свое, Господь, предназначение, призвание и плод, который мы должны принести. Господь, просто скажи, какой плод Ты хочешь видеть от нас, Господь. И укорени в нас это зерно, Господь, это семя. Потому что сеятель уже пришел сюда. Сеятель – это наш спаситель Иисус Христос, который посеял его в нас там, на Кенероде, в Нагорной проповеди. И мы знаем правила, по которым мы можем войти в Твое царство, Отец. И мы благодарим Тебя за то, что Ты насаждаешь церкви Своей, прилагаешь спасаемых к этим церквям, Господь. Господь, мы благословляем сейчас здесь всей церковью в согласии и семью наших пасторов, детей, родителей, чтобы, Господь, помазание Твое не отходило от них, Господь. Чтобы ангелы Твои охраняли их жилища, их пути, на входе, на выходе, в поле и дома. Охраняли тела рук их, Господь. Благословляй детей до тысячи родов, Господь, потому что это Твое обетование для любящих Тебя. Господь, благослови каждого из нас своим благословением, которое Ты высвобождаешь каждый день, и оно обновляется независимо от того, ждем мы его или нет, хотим мы его или нет. Ты благословил нас, Господь, Ты вдохнул нас в нашу жизнь. И Ты сказал благословлять сынов Израилевых молитвой Аарона. И варихиха Адонай и Ишмиреха. Иса Адонай и Панавелеха. Яэра Адонай и Панавелеха и Абаясим и Леха Шалом. Шалом бешем Ишуа Машеах Мелеха Млахим. Адона Адоним. Амин. Будьте благословенны. Через 10 минут у нас молитвенное служение. И пусть сегодня, через полчаса, пусть сегодня ваши молитвенные нужды будут отвечены. Благословляю вас. Спасибо Авелле. Я хотел бы еще пару слов сказать. Тоже вот сижу, читаю слово. Думаю, слава Господу. Опять про почву. Семя, почва. Это слава Господу. Но на самом деле я заметил еще такие моменты. Вы знаете, здесь четко Иисус подчеркивает какие-то моменты, которые хотелось бы еще немножечко подчеркнуть, чтобы мы, судя с этой проповеди, немножечко укоренились все-таки вот в этом слове. Потому что Иисус показал, вот мне сейчас опять же сидели, слушали, и Господь показал, что, знаете, есть те, которые при дороге, да, и семя, оно сеется вроде. Семя, знаете, оно в сердце сеется ведь. Иисус говорит, что сатана пощищает прямо из сердца. Потому что слово, оно духовно, оно сеется в дух. И сатана приходит и пощищает прямо из сердца. И потом что происходит? А если оно в сердце, в духе было посажено, оно соответственно и здесь ведь слово откладывается, правильно? Не просто же мы слушаем его, оно и в дух сеется, и сюда сеется. Аминь. И что происходит? Если сатане удается украсть это слово с духа, что может произойти? Корни-то завянуты, но дерево еще будет казаться, как говорится, таким, вроде как дерево в нормальной воде. Но внутреннее содержание нехорошее будет. Знаете, семя, оно сеется, оно одновременно и сюда, и сюда сеется. Окей. Что происходит? Если нет соответствия вот здесь и вот здесь. Такие люди, ну там где-то в определенных местах находятся. И на самом деле, что происходит? Да, ты не сможешь принести плода, ты будешь как Баобаб такой ходить, я не знаю. Ума палата, вот все знают, знают все про Иисуса, умничают, там по слову тебе расклады дают, а содержания-то нету, они не духовные, они просто знаниями наполнились. Поэтому нам надо принимать слово, и чтобы вера наша строилась не вот на этих знаниях, не на словах человеческой мудрости, но на силе Божьей. А сила Божья, она в духе находится. Когда мы принимаем слово в дух, то, что Господь говорит, да, наполняй, давай, утрамбовываем, аминь, аминь. Вот так должно быть у нас, не тот да, не то нет, как говорится, да, да или нет, там, знаете, но да и аминь должно быть, слово Божье истина, да и аминь. И давайте посмотрим, теперь еще такой вот момент подчеркнем, да, посеянное на каменистом месте, Иисус рассказывает, слышит хорошо, все классно, с радостью слушают, аминь, аминь. Знаете, есть такие, аминь. но не имеют в себе корня и непостоянные. Вы знаете, постоянство, если в постоянстве, знаете, когда если цветок постоянно пересаживать, с места на место, постоянно его, корня не останется там, вообще никакого. Они непостоянные. Но когда в постоянстве, в одном месте находится, тогда смотришь, надо уже землю добавлять, уже горшок мал, уже все, там одни корни, и уже больше горшок подавай. И на самом деле, так это и происходит в нашей жизни. Так это и происходит. То есть, то, что Иисус говорит об этих вещах, что если мы непостоянные, корня у нас не будет. Если ты непостоянен в том, чтобы приходить на служение, если ты непостоян приходить на домашнюю группу. Вы знаете, такие люди сегодня есть, завтра нету, тут половину служения пропустил, тут это, тут то. Они непостоянны, корня у них не будет. Я вот, знаете, начали вроде много, я понимаю, может, про финансы сегодня не говорили, но на обучение начали вроде хорошо ходить, а потом раз смотришь, восемь человек. Непостоянство. Я вам хочу сказать, я хочу набрать учеников, потому что я понимаю, работы много. Я сейчас съездил в Турцию, продохнуть не дали. Серьезно вам говорю? Я уже никакой, я уже понимаю, все, у меня уже сил нету. Почему мне говорят, слушай, надо вот тут семья целая, тут освобождать всех надо. Я говорю, слушай, я устал, но я сделаю это, потому что я не знаю, когда еще в Турцию приеду. Я просто, я взял себя в руки и пошел. И знаете, я оттуда, когда вышел, да, часы прошли, и я вышел оттуда, там, слава Богу, такая слава была явлена. И рак и вышел от женщины, и там много чего выходило, но, знаете, я в силе вышел, я вроде бы никакой пошел, а вышел в силе, мне подавай там, давай работенку еще. Я потом уже до двух часов ночи там человек еще одного освобождал. Знаете, потому что, когда мы служим, не своей силой начинаем служить, а силой Божией, аминь. Поэтому не будь уставшим для Господа никогда, аминь. Вот, что хочу сказать, быть постоянным. Вот, когда мы в постоянстве, вы знаете, кто в постоянстве постится, кто в постоянстве читает слово, кто в постоянстве молится, если вы до сих пор не определили время постоянства, то корня у вас точно не будет. Давайте дальше пойдем. Про корень. Потом, говорит, когда настает скорбь или гонение, проблемы приходят. Уходят, и знаешь, мне надо идти работать, у меня проблемы, что-то тут проблемы. И люди, многие уходят, даже со служения сегодня. Со служения просто уходят. Как говорит Иисус, неблагонадежны для Царствия Божьего. Такие люди. Если взялся за плуг, совершай. Точно так же про тернии он говорит, про заботы века, сего. Заботы они приходят, заботы они всегда будут. Господь никогда нас не сказал, что забот не будет у вас. Знаете, есть такое в Англии легкое. Прими Иисуса, и все у тебя будет просто круто. Заботы они всегда будут, проблемы будут. Иисус сказал, соблазны будут приходить и никуда они не денутся. Вопрос, что ты с этим будешь делать? Вопрос, как ты относишься ко всему этому? Обольщение богатством. Знаете, слава Богу, Иисус всегда подрезает нас. Каждое служение там 10 процентов вынет положено. Обрезание делает такое. Знаете, но это обрезание сможет дать нам принести больше плода. Знаете, сеять в самую добрую почву это царствие Божие. Это самая добрая почва. Авель спрашивал, сколько зерно приносит. Я тут вспоминал, вспоминал, думаю, нет, проверю все-таки. Точно приносит. Приносит от 30 до, такой разбег есть там, до 48, там где-то в России, да, допустим. Франции там приносит до, по-моему, до 70, до 80. Есть сорта, которые до 100 процентов приносят, до 120 и сорта есть. А есть сорта, которые приносят до 800. Одно зерно 800 зерен дает в колосе. 800. Тяжело. Вот такие сорта есть. Вы знаете, и вот каким колосом мы будем, знаете, спелый колос, он гнется. Но есть пустышки, их очень много. Они все вот такие, с носом ходят, в башке там забито, все знают наизусть Библию, нос вот такой, вверх там, все, что ты тут мне можешь рассказать, вообще я тут все знаю давно уже и так далее. Знаете, сидят вот так вот и ничего не слушают во время служения. Но я вам хочу сказать, не будьте пустышками. Итак, что еще хотел сказать? Заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Хочу то, хочу все, хочу хава нас. Сы, как говорит Слово Божье, душа ненасытима. Если ты думаешь, что, знаете, вот мне только вот, знаете, люди живут от переда до переда. Мне бы вот только там замуж выйти и все будет хорошо. Замуж вышло, вот мне бы сейчас бы еще детей родить и все будет хорошо. И вот вы мне бы, мне бы, живите сегодня, вокруг вас, смотрите сколько людей, вокруг вас есть люди, которые нуждаются в этом семени. Вы получили это. И некоторые говорят, да не, я не могу еще, мне надо самому сначала, мне надо голову забить знаниями для того, чтобы рассказывать, что Иисус сделал и так далее. Ну, поймите, некоторые отмены самого чистятся, сначала осветятся и годами освещаются. Я знаю таких людей, которые 20 лет в Господе, они все освещаются, освещаются, освещаются. Думаю, уже лампочка перегорит уже там от света, и все они освещаются и ничего не делают для Господа. А? Да, птицы разгоняют, сорняки выдирает. Иисус сказал, не надо сорняки выдирать. Окей, когда надо, окей, это что касается, когда мы сеем в людей, да, сеем слово, не надо сразу же, знаете, некоторые сразу же начинают сорняки сначала выдергивать с них. Что за юбка такая, сестра, ты что, куда ты пришла? и так далее. Понимаете, то есть сначала надо дать любовь человеку, а потом уже он сам поймет и оденет подлиннее. Окей, когда до него дойдет. А если сразу же на ходу тут сразу чик 15 сантиметров не выше от пола, все, иначе не зайдешь. И точно так же мы должны понимать, что только через любовь мы можем достичь людей. Не надо сразу же там человек, так, а это сатанист, ты что сатанист вообще, короче, пришел к нам, да подожди ты, Господь коснется его сейчас. Вот его коснется, и тогда мы сможем сказать, что у тебя тут, там, тут ходил недавно у Хэна, там, сосед, короче, покаялся, слава Богу, израильтянин, все, покаялся, все, Господь его касается, он прям переживает присутствие. Ну, у него в доме вот этих всяких, там, чего там только нету, там, ловушки, ловцы снов, там, какие-то там, кого, что там, реально, там, весь выдолох дом уставлен. Если бы я сразу же пришел к нему, сказал, слушай, да ты что, вот это, что такое висит, а тут что висит, а это что за побринчалка, а это что такое, давай-ка все убирай, давай отсюда. Он сказал, вот ты что, ты ко мне домой пришел. Ты кто такой вообще? Но когда ты донес для него Евангелие, вот тогда ты можешь уже постепенно ему говорить об этих вещах, но не тогда, не сразу же, понимаете, сорняки, говорит Иисус, не надо сразу же выдергивать, окей, у людей. Пусть растет, и Господь со временем, когда надо будет, жатва, он приберет, и сорняки в сторону, сожрет пшеницу за крыма. Итак, что я хотел сказать, добрая почва, давайте будем доброй почвой для Господа, и будем принимать, написано, которые слушают слово, и принимают, принимайте его, знаете, как вот я сегодня говорил на обучении об этих вещах, утром мы встаем, мы не забываем покормить себя, платяру свою, покормить не забываем никогда, завтрак, обед, ужин, у кого-то полник там, еще средник там, еще какой-то там, вечерник, ночник, ночью там, пошел к холодильнику, но, не забываем, не забываем, он на вель, по часам прямо, тут только расписано у него все, но, что касается покормить духовного человека, мы почему-то забываем, и если ты забываешь кормить своего духовного человека, то что происходит, Писание говорит и показывает нам о том, что если сильный дух у нас, сильный дух, то и он плоть может как бы раз стряхнуть, там все болячки, все эти всякие там, усталости, если сильный дух, потому что написано, что верующие, они как орлы поднимутся и полетят, и они не устанут и пойдут, сегодня почему молодежь такая у нас, такая вся увялая ходит, они вечно уставшие все время ходят, молодежь сегодня такая, потому что дух у них вообще никакой там, не орлы, нервы, но когда тело сильно, тело сильно, а дух слаб, не можешь ты его укрепить, дух, со слабым духом человек принимает всякие болячки, все это, унылый дух принимает, и так далее, и так далее, сегодня, то есть вы хотите ходить в здоровье, в божественном, кормите себя словом, написано, пусть слово вселяется в вас обильно, обильно прям вселяется, и вы увидите, как все это отваливаться, все это начнут, все эти вещи, вы начнете кушать с людьми больными, вы начнете пить колу, с людьми, которые больные, которые реально там болезнь такая, там только на язык попадет, и все, умрешь, вместе с ним там колу попьешь, вместе с одной бутылочкой, и ничего не приключится тебе, почему? Потому что Иисус сказал, если вы будете во мне, если вы будете служить, когда вы будете во время того, как будете служить, ничего не повредит вам, не надо испытывать Господа, не испытывайте. Есть такие, кажется, знаете, секты, которые там, вот так берут и говорят, давайте написано, давайте проверять будем сейчас, кто верующий, а кто не верующий, яд насыпают, и давай по кругу запустили стакан, все попили, там чуть вымерли почти все, и все, значит, остались только верующие, вот так проверяют. Ну, на самом деле, не надо искушать Господа, потому что сам Господь позаботится об остальном. Искушайте, не будьте искушены этим веком сим, и заботьтесь о том, что есть, что пить, все труды человека, лишь для рта его, остальное все «хочуха». Хочу то, хочу все, хочу это, хочу там, всем. Аминь. Будь благословенна, община. Люблю вас. С Богом.